Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях главный врач кожно-венерологического диспансера, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества дермантов-венерологов и косметологов Елена Большакова. Здравствуйте, Елена Евгеньевна! Добрый день! В этом году у вас стартовал новый проект онлайн-школа для пациентов. Расскажите, как родилась идея, есть ли у него аналоги или это авторская разработка? Ну, не могу назвать это авторской разработкой, поскольку онлайн-школа сейчас и в Ютубе существует по разным направлениям. Мы просто сшагаем в ногу со временем. Мы вообще та медицинская организация, которая очень четко встроена в здравоохранение всего региона. А поскольку в нашем Рязанском регионе под председательством правительства Министерства здравоохранения Рязанской области реализуется национальный проект здравоохранения, в который в том числе входят так называемые телемедицина и различные технологии, которые в том числе и работа с пациентом через школу онлайн. И единственное мы первые, кто освоил эту методику и увидел нужность подачи информации и работы с пациентом через школу онлайн. Почему? Существование вот этой обратной связи пациент-врач, пациент-медорганизация, она явилась толчком к образованию и организации этой школы. Так как вопросов очень много задают пациенты, мы решили, чтобы они не гуглили и не ходили друг к другу с вопросами, а непосредственно информацию получали на той территории, где обслуживаются эти пациенты, где находятся их родственники и информацию получали из первых уст. Что это за заболевание, как с ним жить качественно, как правильно прийти к врачу. Лечением занимается только врач и индивидуально подходит. И те общие рекомендации для пациента, для его родственников и для окружения в плане эпидситуации. Заразное это, не заразное. Как принимать лекарства, как общаться в быту. То есть эти все вопросы, на которые ответит врач. И мы увидели уже положительный резонанс от пациентов, несмотря на то, что только два занятия были проведены по такому насущному заболеванию, который у нас в том числе в регионе есть, это псориаз. Что это за заболевание? Это кожное заболевание хроническое, которое не заразное. Но я позволю себе как организатору не вдаваться в клинические подробности, а посоветовать прийти на сайт и прослушать онлайн-школу от специалистов. Если говорить о самодиагностике, не боитесь, что люди, посмотрев такие лекции, смогут сами себе поставить диагноз? Что они будут меньше доверять врачам? Как раз наоборот. Эти школы, эта информация рассчитана на то, чтобы люди были внимательны к себе, к своему образу жизни и своевременно обращались к врачу для того, чтобы дифференцировать. Поскольку кожных заболеваний очень много, и атопические дерматиты, аллергические, крапивницы, псориаз, вот как раз для этой дифференцировки, и требуется обращение к врачу. И вот то начало, которое положено, оно как раз должно явиться толчком, чтобы своевременно обращались к доктору для правильной постановки диагноза. И чем раньше, тем лучше начнется лечение. Есть заболевания, которые имеют и уже хронизируются быстро, там не до полного вылечивания, но тем не менее качественный и правильный подход к данному диагнозу позволяет человеку жить качественно, во-первых, и не дожидаться каких-то серьезных обострений и наложения сопутствующих заболеваний. Поэтому как раз эти школы и направлены на то, чтобы человек имел правильный образ жизни и своевременно доверял врачу и обращался. Школа направлена на тех, кто уже является пациентом вашего диспансера, или на тех, кто нашел себе, может быть, какие-то первые признаки, или в принципе хочет ознакомиться с медицинской тематикой? Я думаю, рассчитана здесь на всех. Тех, кого волнуют данные проблемы. Она может волновать и тех, кто уже у нас был нашим пациентом и является, и те, у кого родственники в той или иной форме ходят и находятся на диспансерном наблюдении у нас в медорганизации, и те, кто сидя посмотрел и увидел у себя какие-то пятнышки и задумался, зачем же я пойду в аптеку покупать медикаменты и мазать неизвестно чем, не лучше ли мне обратиться к доктору, а вдруг это серьезное заболевание псориаз, а не просто какое-то пятнышко, которое появилось неизвестно откуда. Поэтому это рассчитано для всех. Как физически организованы занятия? Это на портале на вашем? Как встречаются, как происходит общение со специалистом? У нас это общение может быть и так, как организована телемедицинская технология, у нас могут задавать вопросы. У нас хорошо разработана электронная версия, но в основном это, если касается лечения и диагностики, то это приход, узнают только расписание докторов и приходят непосредственно на прием. Вопросы, когда прийти, кто принимает, к какому доктору, это в любом виде можно и по телефону, и по электронной почте, и по тем же мессенджерам, которые у нас организованы и открыты во всех доступных видах. Это и ВКонтакте, и в Фейсбуке, в Одноклассниках. Отлично. То есть сами занятия проходят на вашем официальном сайте, правильно я понимаю? Да. У нас это всё на официальном сайте, а затем уже размещаются во всех социальных сетях. А как часто проходят занятия? Пока только мы начали, два раза в месяц будут задействованы все доктора у нас в школе онлайн. И сейчас на подходе у нас детский диагностический центр, где будет проводиться школа онлайн аллергодиагностики. Есть уже пожелания, вот опять же обратная связь пациентов, которые желают услышать много по рекомендации вообще, что такое трихология, что такое трихолог, как он принимает, что делает. Поэтому всё, что касается трихологии, также будет онлайн-школа. Единственное, здесь сразу оговорка, данные процедуры не входят в систему ОМС. И всё происходит только в платном отделении. Это только что касается трихологии. Всё остальное, это, естественно, на бесплатной основе по полису ОМС. Ближайшие темы. Вот с чем можно будет ознакомиться? На что уже приглашаете? Вот я приглашаю на аллергодиагностику, вообще на аллергические заболевания у детей. Это ближайшее. И ещё раз повторяю, по трихологии будет тоже следующая тема. Недавно диспансеру присвоили статус провайдера медицинского образования. Это, я так понимаю, уже для специалистов, для тех врачей, которые активно работают. Что означает этот статус? Какие возможности он даёт врачам региона? Вот здесь как раз два направления. Первое – это работа с пациентами, онлайн-школа, когда мы непосредственно работаем с пациентами. А здесь непрерывное медицинское образование – это новая форма повышения квалификации медицинских работников Российской Федерации. Определено это было непрерывное медицинское образование приказом Минздрава Российской Федерации 926-2017 года. И мы, как организация, любящая все инновации и всегда старающая работать много со временем, естественно, не могли остаться в стороне. Так как у нас много докторов, которые имеют печатные работы, много инновационных методов, это явилось спусковым моментом обратиться в Минздрав Российской Федерации для того, что мы можем являться той базой для обучения, для того, чтобы новое вот эти непрерывное медицинское образование проходило в том числе и на нашей базе. Потому что непрерывное медицинское образование, оно включает в себя все инновации, все технологии и электронные, и дистанционные, симуляционные. И здесь вот мы заявили себя как возможную организацию, как возможную площадку для такого образования. Как это на практике выглядит? То есть это конференции проходят? Да, это любая конференция, которая будет проходить на нашей базе. Дистанционная или непосредственно с участием профессоров-специалистов на нашей базе будет давать возможность дерматовенерологам Рязанской области и близлежащих регионов при их желании получить не только знания, умения, навыки, которые соответствуют специалисту, но и получить баллы, так называемые, непрерывного медицинского образования, которые необходимы для получения сертификата по истечении срока. Я правильно понимаю, что это не только для молодых специалистов? Нет, конечно, это для всех. Это буквально для всех дерматовенерологов, которые работают по своей специальности на территории Рязанской области, не только города Рязани, Рязанской области, и близлежащих регионов при их желании. Сколько их нужно набрать? О каком количестве идет речь? Насколько важно врачу участвовать в подобных мероприятиях? Это не просто важно, это обязательно. Пока установлено 50. Как дальше будет законодательство меняется, возможны изменения. Но это отслеживается каждым специалистам, потому что все заинтересованы в своей квалификации, в своих знаниях, в совершенствовании. И чтобы дать ту информацию правильную и правильно лечить пациента, естественно, нужны знания, умения, навыки и получение сертификата, которому нужны баллы. Сейчас важная тема в медицине – это бережливое производство. В вашем диспансере тоже эти технологии активно применяются, развиваются. Расскажите, какие уже есть достижения? Есть достижения. Мы, к сожалению, не были в пилотном проекте, но, тем не менее, не отстали, а увидели значимость и нужность бережливого производства и внедрение бережливых технологий. Мы начали с моим приходом в 2018 году практически с первых шагов. И это качество, доступность и комфортность пребывания пациента легло в основу. Первое, что мы сделали – это организацию рабочего времени. Видите, что такое бережливое производство? Это убрать потери, которые происходят на рабочем месте у врача, медсестры, и ненужные потери времени, которые проводят пациенты в медорганизации. Максимально увеличить время общения пациента с врачом и максимум информации, чтобы получил нужный пациент, находясь на приеме у врача. В связи с этим мы, естественно, улучшили работу регистратуры для того, чтобы уменьшить количество очередей. И время пребывания в очереди пациента у нас сократилось в три раза. Ввели ставку администратора, организовали стойку, которая разгружает очередь, поскольку у людей, которые иногда стояли в регистратуру, не всегда бывает только возможность, вернее, они не только хотят к врачу попасть, а просто задать вопрос, на который администратор отвечает. То есть как стойка информации, да? Как стойка информации, она помогает разносить карточки, она рассказывает, где можно забрать анализы, но решает ряд вопросов, точно так же дифференцируя потоки пациентов. Усовершенствована работа регистратуры у нас и приведены в соответствие рабочие места наших медицинских сестер и врачей. То есть вот это 5С, которое в бережливом производстве работает, оно у нас заработало. Спасибо вам большое за интересную беседу. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Елена Большакова, главный врач кожно-венерологического диспансера. До новых встреч!